Мы на скотобазе. Нас разводят как бычков. Мы ресурс. Поголовье должно расти. Ты должен это обеспечить, а еще сам себя прокормить, еще и выхлоп какой-то дать. Сам себе должен стойло, бетонную коробку достать. Мне это не нравится. Но поскольку я предложить ничего не могу, терплю. Больше всего не нравится то, что лично меня загоняют в стойло. Мне неинтересна семья, дети, брак и прочее. Но из-за этого расстраиваются и осуждают родные и близкие. Пару человек из моего окружения меня понимают. Пью, чтобы много не думать. Привет, мясо! Именно так хочется поздороваться после таких слов. Но на самом деле я, конечно же, думаю, что меня смотрят люди думающие и которые подобный текст, которых, в общем, заставит этот текст задуматься. Сообщение, скорее всего, написано как бы с такой печальной иронией, типа с шуткой. Но согласитесь, почему-то в этой шутке есть слова, которые заставляют задуматься. Лично я задумался в очередной раз. Конечно же, я подвожу к теме алкоголя. Я сейчас не хочу затрагивать именно социальный аспект этого сообщения. Потому что, что касается системы, что нас загоняют, я постараюсь этого не делать, потому что это уже обширная отдельная тема. Именно последняя строчка. Пью, чтобы много не думать. Согласитесь, в этих словах вот все. Вот все это сообщение, оно именно в этих словах. Вот он ключ к этому сообщению. Это вот эта фраза. Пью, чтобы много не думать. Почему мы пьем? Ну, разные причины. Понятно, основное, что встретиться с друзьями, расслабиться, отдохнуть, там, когда все досталось, снять стресс и так далее. Это очень мощный крючок. Человек вообще существо очень ленивое, да, и его легко зацепить вот именно на этом. До сих пор мы ведемся на халяву, да. Вот есть разводки какие-то, как наперстки, не знаю. Вот мы тут вам предлагаем. Главное, заслать деньги, потом разводила исчезает. Ну, по такой схеме, я не знаю, миллион разводок существует, пока существует человечество. Мы ведемся на халяву. Мы ведемся на легкий путь. И вот путь, чтобы сделать его легче, его круто смазать бухлом. Вообще, вы знаете, я не хочу долго затягивать, а мне хочется сказать следующее. Задумайтесь над этой фразой. Пью, чтобы много не думать. Кому выгодно, чтобы вы не думали? Выгодно тому, кто вас заинтересован. И вас заинтересован не как в личности, не как в человеке, не как в душе. А вас заинтересованы именно как в ресурсе. Так и написано. Мы на скотобазе. Нас разводят как бычков. Мы ресурс. Бычок, корова, курица, цыплята. Все это ресурс для того, чтобы человек питался. Это, кстати, тоже отдельная тема для разговора. Но так или иначе, если ты не хочешь быть ресурсом, то тебе придется думать. И не просто для того, чтобы пойти против системы, не для того, чтобы не повестись у кого-то на поводу, у какого-то там хозяина этого мира или чего-то. Это одно. Другое важно, чтобы ты эту жизнь прожил именно так, как тебе надо. Ты же хочешь жить так, как тебе надо. Ты хочешь делать то, что тебе нравится делать. Почему одному нравится, например, физкультура, другому нравится рисовать картины, третьему нравится слушать музыку, четвертому нравится пилить видосы, пятому нравится строить дома. У меня тесть всю жизнь на стройке проработал, и он просто целыми днями что-то делает своими руками. Это его стихия. Ему, кстати, повезло. То есть в любом месте всегда можно делать что-то своими руками. В деревне, дома и так далее. Ты обладаешь чем-то подобным. У тебя есть то, что тебе интересно, то, что тебе нравится. Ты можешь пока этого еще не знать или не осознавать. Но для этого тебе достаточно проснуться. Просто задумайся над своей жизнью. Постарайся пожить так, как тебе это нравится. Я сейчас говорю не про то, чтобы лежать на диване, там, кушать тортики и так далее. Это само собой, это как-то уже каждый для себя регулирует. Я имею в виду вообще в целом жизнь. Твоя жизнь скоро остановится. Ты скоро сдохнешь. Реально. Сколько тебе сейчас лет? 20, 30, 40, там. Я не знаю. Откуда ты знаешь, когда ты умрешь? Сегодня, по-моему, сегодня 3 февраля или кое. Короче, сегодня умер Децл. В 35 лет чувак умер. Сыграл концерт. Зашел в гримерку. Через несколько минут ему стало плохо и все. Остановка сердца. Ну или там, я не знаю, деталей. Но так или иначе. В 35 лет чувака уже нет. Он младше меня на 7 лет или на 6. Просто не стало. Раз стало плохо и умер. Все. С тобой может произойти то же самое, как и со мной. В любой момент станет плохо. А че ты? Опа! И до свидания. И когда будет это самое до свидания, будет так горько понимать, что ты ходил куда-то, делал что-то, но ты шел по той схеме, которую тебе кто-то там где-то обозначил. Почему алкоголь? А потому что именно алкоголь тебя отводит подальше от себя самого. Если ты хочешь жить для себя, я говорю не про тупой эгоизм, а про твою осознанность, целостность и именно твое предназначение в этой жизни. Какое бы оно ни было. Может это какие-то великие банальные слова, но ведь они настолько четкие. И когда вот ты бухаешь, ты как раз сам от себя отходишь. Тебе становится легче, потому что тебе на все насрать. Ты как раз становишься, как тот самый бычок в стойле, которого вырастили, покормили в этой коробочке. И когда пришло время, когда он набрал нужный вес, его зарезали и продали по частям. Если тебя такая перспектива не радует, то тебе придется задуматься над своей жизнью. И для того, чтобы тебе не мешало ничего думать о своей жизни, тебе придется держаться чуть дальше от алкоголя. Тебе придется как-то его убирать из своей жизни. Если ты, конечно, умеешь пить по 50 грамм несколько раз в год, то в этом нет ничего страшного. Таких людей просто очень мало. Но большинство людей употребляют вполне большие дозы. Это большая ошибка. Итак, давайте подытожим. Если ты хочешь думать своей головой и настроить свою жизнь, как тебе нужно, то тебе нужно, чтобы твоя голова эффективно работала. Чтоб мозг, чтоб кровь, все это шевелилось как надо. Чтоб ты сам себя понимал, свое сердце, свою душу. Тебе нужно быть честным с самим собой. Когда ты употребляешь алкоголь, честность твоя исчезает. Ты уже не ты. Насколько разные люди? Трезвый и пьяный. Они отличаются. Несложно догадаться почему. Поэтому, дружище, просто задумайся о своей жизни. Слезай с бутылки. Выходи из стойла. Делай то, что ты считаешь нужным, не обращая ни на что внимания. И будь трезвым. Потому что трезвость это твоя сила. Это сила твоего намерения, желания, сила твоей головы. Твоего мозга. Не подводи. Давай жить в кайф. Пока.